Что касается Бандеры, мне кажется, в первую очередь, если мы говорим об исторической оценке, нельзя оценивать деятельность этого человека без знания всех документов, а на сегодняшний день ни по Роману Шахевичу, ни по Степану Бандере далеко не все выяснено с точки зрения источников. Это основа для каких-то оценок. Но во-вторых, методологически я хочу заметить, что вряд ли можно оценивать, является ли та или иная историческая личность героем или нет с точки зрения другого народа. Потому что с точки зрения украинцев это будет одна позиция, с точки зрения поляков другая, евреев третья, русских четвертая. Ну, например, если в истории был Чингисхан, оценка славянами однозначно, оценка китайцами, которые испытали на себя монголо-татарское нашествие, тоже определенно. Но если стоит памятник Чингисхану в Монголии, это не надругательство над другими народами, потому что у монголов нет другого основателя монгольского государства. То же самое касается очень многих исторических персонажей, исторических личностей, которые являются героями для одних народов и злодеями, палачами для других. Так было в истории. Кстати, вот в этой книжке, которую издал Центр Ткума, которая посвящена многим вопросам истории, значит, здесь есть соответствующий раздел «Герои и злодии в истории народов». И об этом тоже можно поделить. Ну, так, «Герой чи злодий?» «Герой чи злодий». Дивите, я вважаю так, особисто, что Бандера був, безумовно, героем «Украинского национального визвенного народу». И он сделал очень много для того, чтобы про украинцев говорили, как про нацию. Поважали права украинцев, как нации, которая прагнет до государства, до таких самих прав, как и другие народы. Я могу навести такий ряд кисточек данного документа. Это польская газета «Вядомости литератские» от грудня 1935 года, которая вышла после известных событий 1935 года. Тогда, возможно, широкий загал памятает, что группа молодых патриотов «Украинских националистов» сделала замах на Перацкого, это министра внутренних справ в Польщі, внаслідок чего он был убитый. И после этого были очень гучные политические, криминальные и политические процессы. Криминальные процессы, которые по Бандеру и 11 его привычников, были сначала в Варшаве, потом в Львове. В Варшаве Бандера и деякие его сотрудники отривали смертный вирок, который потом был заменен в связи с амминистой. У Львове так же было пожитие увязнение. Так вот, конечно, это убийство было шоком для всего польского общества. И были массовые демонстрации, и накруженность у польско-украинских отношений была надзвичайной. Но я хочу повернуться до рядков цієї газеты. Тут сказано, что теперь три четверти польской прессы, что протягом 17 лет не хотели знать слово «украинский», протягом этих трех недель научились этого слова и уже его не забудут. Я хочу сказать, что, на жаль, когда национальная держава, когда развивается национальный рух, это очень часто, особенно в 20-м столетии, я не хочу сказать, что почти всегда, сопровождается этими актами, которые, с одного боку, считаются террористическими, с другого боку, считаются необходимыми за тихо умов. И таки и вбивства подібные, и збройные напады, и вибухи, которые вносят життя не только политических действий, а и мирных жителей, они связаны с установлением будь-якой национальной державы, будь-якой нации, чьи то в Индии, чьи то в Израиле, чьи то в Украине. И, звичайно, что, возможно, шлях до розвязания национального питания мог бы быть инший, но мы сейчас судим с позиции сегодня, когда мы засудимы насилие, как таке, засудимы убийство, как таке, но с точки зрения конкретного истерического подхода, за умов, когда была суспильная ворожнеча, когда убийство вважалося политично доречным и доцинным, когда порушение будь-яких договорностей было нормальным, и это так сприймалось, мабуть, не знайшли украинские патриоти, в том числе Степан Бандера, и других шляхов. И, звичайно, когда говорите про установление украинской национальной идеи, то Бандера своими действиями спонукав украинское суспільство до украинцев, до того, что взросла национальная самосвідомость. Но я хотел бы сказать так, что праведные национальные лидеры стаются загальнолюдскими взрослами тогда, когда они вважают не только на интересы своей нации, а на интересы наций-соседей, на интересы других общественных, политических и других. На жаль, таких людей очень много, таких лидеров очень много, и Бандера, безусловно, до них не относится. И что касается любого действия, то есть абсолютно разные позиции. Стосовно, например, того самого вбивства Пирацького, після чего, власне кажучи, имя Бандера стало загальновідомым, то польская историография видає Пирацького как людину, которая прагнула защитить права не только поляков, а и украинцев, которая прагнула до объединения польско-украинских наций, и другая справа, возможно, это вообще или нет. А украинская историография показывает его правильным катом украинского населения, который проводил политику пацификации, знущения и идейного, и духовного, и физического знущения над украинским населением, вследствие чего и было принято такое решение. Что касается ставления Бандера до евреев, то я хотел бы это, снова-таки, рассмотреть в загально-историческом контексте. Когда мы говорим о установлении национальной государства, то проведники этой идеи, они обликуются перед всеми интересами своей нации, а другие нации, другие общественности, они с точки зрения того, что они поддерживают досягнению методов, или нет. И с этой точки зрения ставление было, соответственно, у Бандера и его соревнований, и до евреев, и до россиян, и до поляков. Ну, большими ворогами вважалися поляки. Значит, когда после 1939 года был установлен радянский режим в Захидной Украине, евреи сприймалися как проведники радянских новых порядков. Правда это или нет, это инше вопрос. Так оно сприймалося. Ну, и что касается немцев, то украинцы справді не могли здобути независимость, не могли навыкать мрять про это без того, чтобы укладеться союз с какой-то другой силой. Это могла быть або Польша, або Немеччина, або Россия. Это, конечно, ни Россия, ни Польша аж ніяк до этого позитивно не ставилась. И были какие-то иллюзии щодо Немеччины, в том числе после приходя Гитлера до влады. Но эти ожидания явились марными. Что, ну, ясно, воно вплинуло и на долю, как Украинского национального руку, так и окремо Бандери, також, який опинився в ОТАПОВИ. Ну, я могу говорить и больше деталей. Ну, в общем, ты понятна, да, ваша позиция. Спасибо большое.